Здравствуйте, я Павел Юрасов. Это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. Знаки отличия за верность закону и россыпь медалей лучшим. Прокуроры России отмечают день рождения ведомства. Уничтожители ослабить зло, проистекающее из беспорядка в делах неправосудия, взяточничества и беззакония. С тех пор, как Петр Великий обозначил функции прокуратуры, прошло без двух лет три века. Менялась страна, ее границы и форма правления. Неизменно оставалась функция прокуратуры, которую она исполняла безукоризненно 298 лет. Два десятка знатоков французского. В Тамбове стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. С будущим заместителем министра иностранных дел России поговорила Юлия Савушкина. Во время проведения олимпиады в аудитории находятся только участники. Посторонних не пускают, чтобы исключить любые моменты, которые могли бы помешать концентрации. На кону у школьников большие преференции при поступлении в ВУЗы. Совершилось. На стадионе «Спартак» наконец-то залили каток. Одним из первых такой долгожданный лед опробовал Дмитрий Сергеев. Честно сказать, первый раз встал на коньки. Но открытие катка – прекрасный повод для этого. Может быть понравится, буду ходить регулярно. Надеюсь, обойдется без травматизма. Лесополоса. Убийство полиэтилен. Известная из криминальных фильмов схема преступления оказалась опробована на практике тремя жителями Тамбовской области. Таким образом, один из преступников решил избавить свою дочь от визитов бывшего гражданского супруга. 61-летний обвиняемый услышал от своей дочери, что ее бывший мужчина приходил к ней домой. Там он вел себя агрессивно и угрожал избиением. Отец выбрал радикальное решение проблемы. Он узнал, где живет горе-зять, позвал двух своих приятелей. И, вооружившись некоторыми предметами быта, они нанесли обидчику смертельный визит. В квартире, где находился обидчик дочери, обвиняемый вместе с двумя своими знакомыми подвергли его избиению, нанеся поочередно удары металлическим прутом, отверткой и ножом. Потом убийцы завернули тело в полиэтиленовые пакеты и вывезли в лесополосу, неподалеку от дороги, ведущие в село Сурава. Труп нашел охотник. Мужчин признали виновными по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство совершенной группой лиц. Теперь три товарища отправятся на каникулы строгого режима. Сегодня свою 298-ю годовщину отпраздновала прокуратура России. На торжественном собрании коллектив областного ведомства поздравили руководители правоохранительных органов, коллеги и первые лица региона. Ветеранов и отличившихся сотрудников наградили памятными знаками, чинами и подарками. Подробности в нашем сюжете. Трудовые права граждан, интересы детей, инвалидов, бизнеса и заключенных, ЖКХ, строительство и коррупция. Вниманием прокуратуры сегодня охвачены все сферы жизни страны и региона. Уничтожители ослабить зло, проистекающее из беспорядка в делах неправосудие, взяточничество и беззаконие. С тех пор, как Петр Великий обозначил функции прокуратуры, прошло без двух лет три века. Менялась страна, ее границы и форма правления. Неизменно оставалась функция прокуратуры, которую она исполняла безукоризненно 298 лет. Владимир Торговченко возглавляет Тамбовскую областную прокуратуру 10 лет. Особую его гордость составляет проверенный коллектив мастеров своего дела. За плечами очень много, очень много. С самого первого дня и вот по сегодняшний день все это в работе, в работе. Это и земля, и небо, и вода, и дети, и коррупция, и терроризм, и экстремизм. Просто все не перечислишь. Очень горжусь своим коллективом. Это высокопрофессиональные, в общем-то, сотрудники. Приказом генерального прокурора торжественно наградили сотрудников всех звеньев, показавших образцовую службу и примерное исполнение долга. Знаки отличия за верность закону и россыпь медалей заняли свое место на кителях лучших. Отдельно отметили ветеранов. Многие отдали прокуратуре большую часть жизни. Начал я работу в прокуратуре города Мичуринска в 1985 году в качестве стажера следователя. И, значит, вот уже 35 лет, как бы прошел все ступени. У меня дочь работает тоже в прокуратуре, пошла по моим стопам, моя гордость. Девушку зовут Евгения, и она отличник службы. В профессию влюбилась еще в детстве, когда посещала папу на работе. От трудовых будней прокурор отдыхает в театре и на занятиях хореографии, где черпает силы и вдохновляется. Наша работа априори всегда занимает очень много времени, поэтому, конечно же, задерживался и приходил допоздна, потому что работал следователем, прошел все ступени нашей, так скажем, карьерной лестницы, нашей структуры. Но в любом случае всегда поддерживал и советом, и каким-то напутствием. Как к своим коллегам, с поздравлениями к сотрудникам прокуратуры обратился председатель ЗАГСобрания Евгений Матушкин. Я могу сказать так коллеге, так как, наверное, ни один региональный закон Тамбовский не мог появиться на свет без активной помощи, активной работы нашей Тамбовской областной прокуратуры. Губернатор Александр Никитин отметил важность совместной с прокурорами работы для всех ветвей власти. Что это взаимодействие дает? Оно позволяет в первую очередь для нас и для исполнительных органов власти, и для законодательного собрания, для представительных органов местного самоуправления в целом избежать просчетов юридических и казусов. Это особенно важно, актуально в условиях, я бы сказал, глобального, постоянно изменяющегося законодательства, да и в целом повседневной реальности. Высокую награду из рук первых лиц получил в этот день и сам руководитель ведомства. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. В музейно-выставочном центре Тамбова вспомнили героев войны 1812 года и показали экспозицию главными героями, которые стали наши земляки. 207 лет назад в эти дни император Александр I издал манифест о принесении Господу Богу «Благодарение за освобождение России и об изгнании наполеоновской армии». О тех событиях в музее напоминает немало экспонатов. Так посетители могли увидеть Георгиевские кресты, орден святого Андрея Первозванного, а также многочисленные награды, которые утвердили за подвиги в сражениях. На экспозиции представлены портреты прославленных полководцев Александра Суворова и Илариона Кутузова, бюста Петра Багратиона, Николая Раевского и известной на всю Россию женщины-гусара Надежды Дуровой. Это полководцы, это русское воинство, это наши земляки, прославленные генералы Мерлин, Трескин, Сазонов, граф Яков Потемкин, одним словом, генерал Воейков. Одним словом, это большой военно-исторический материал, огромный пласт, который мы сумели поднять. По словам организаторов, экспозиция поможет привлечь внимание школьников к истории и привить им любовь к родине, а также гордость подвигами наших предков, имена которых вписаны в историю страны золотыми буквами. Увидеть экспонаты можно в любой день с 10 утра до 6 вечера. Сегодня в Тамбовской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. По традиции, череду испытаний открыла олимпиада по французскому языку. В борьбу за звание самого талантливого лингвиста области включились два десятка старшеклассников. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Юлия Савушкина. К старту регионального этапа Всероссийских олимпиад почти все готово. В этом году, как ожидается, свои знания проверят больше 1700 школьников области. Этих ребят связывает любовь к французскому языку. Всего же в списке свыше двух десятков предметов. Каждый делает выбор в зависимости только от личных предпочтений легких путей олимпиадники не ищут. Задания действительно нелегкие, потому что уровень B2 – это уровень, который необходим, например, для обучения во Франции в образовательных учреждениях. Олимпиада предполагает уровень B2+. Тем не менее, олимпиадники – это те, кто ориентирован на этот уровень. Они интересуются французским языком, они увлекаются, они занимаются дополнительно в рамках школьных занятий. Поэтому достаточно сложные задания. Тем не менее, это единый уровень сложности задания для всей страны. Одно из заданий олимпиады связано с аудированием. Чтобы ничего не мешало прослуживанию, при входе ребятам предлагают оставить мобильные телефоны. На столах тоже не должно быть ничего лишнего. Все почти как на ЕГЭ. Во время проведения олимпиады в аудитории находятся только участники. Посторонних не пускают, чтобы исключить любые моменты, которые могли бы помешать концентрации. На кону у школьников большие преференции при поступлении в ВУЗы. Мечта Кирилла МГИМО, если юноше удастся пройти дальше и выиграть в заключительном всероссийском этапе поступление вне конкурса и без экзаменов, обеспечено. Такие таланты нужны престижным ВУЗам. Целеустремленных там тоже ценят. Я хочу связать свою жизнь с международными отношениями. Так что я очень углублен в их изучение. Международные отношения – это неотъемлемая роль языка, очень важна. Поэтому я изучаю и французский, и английский язык. Вообще я перфекционист по своей натуре. Поэтому я, конечно, хочу не министр, хотя бы иностранный дел, зам. Сегодня ребята выполняют лишь часть заданий. Завтра у участников еще ждет так называемое «говорение». После можно будет ждать результатов. Список победителей и призеров опубликуют на сайте областного управления образования в ближайшие дни. Юлия Саушкина, Олег Осипов, Александр Кобзарев, Область новостей. Новый год для преподавателей из школ искусств начался с новых знаний, умений и навыков. 50 учителей из 16 образовательных учреждений культуры на базе ТГМП имени Рахманинова представили свой педагогический опыт в мастер-классах, открытых уроках, выступлениях с участием обучающихся. На современные методы обучения в сфере художественного образования посмотрела Елена Хромова. Сегодня современная система образования предлагает широкий выбор программ по различным видам творчества. Самыми востребованными у родителей и детей является художественное образование. Музыкальные школы, творческие студии и школы искусств помогают ребенку наиболее ярче раскрыть себя. И здесь уже все зависит от педагога, сумеет ли он заинтересовать своего воспитанника и создать ему ситуацию успеха. В рамках педагогических чтений работали 8 секций. На каждой теоретическая часть подкреплялась практикой. Юные таланты смело демонстрировали свои способности. Баянисты сейчас редкость, и каждый ученик на вес золота. Зато количество не влияет на качество исполнения. Каждый ребенок талантлив и неповторим по-своему. Только надо вовремя заметить, поддержать и в процессе воспитания развить этот талант. Так произошло с Артемом Редкозубовым. Сейчас ему 11, а любовь к ударным инструментам началась с двух лет. Детская шалость переросла в увлечение и, возможно, в дальнейшую профессию. Когда я был маленьким, я одел кастрюли на голову, взял от сковорода крышки. Это был мой щит, половник взял, это был мой меч. Прибежал к маме в комнату и бил по крышке половником. Мама сказала, брось, и я сразу все сбросил. Артем – один из участников ансамбля барабанщиков из Знаменской школы искусств. Отделение молодое, ему всего пять лет. Но развивается оно стремительно. В 2019 году школа получила грант в рамках национального проекта «Культура». Благодаря этому здесь появились качественные инструменты. Это пять маршевых и два больших барабана, а также две пары тарелок. Первый год у Романа Геннадьевича было всего лишь только два ученика, потому что это все было новое, неизвестное, что там, ну барабан, как-то непонятно, что это такое. А сейчас на отделении обучается уже 17 детей. Из них четыре девочки. Да, это очень популярно. Девчонки хотят быть на виду, потому что ни одно мероприятие в Знаменке не обходится без того, чтобы его либо не открыли, либо не закрыли наш замечательный ансамбль. Одним из востребованных отделений у подрастающего поколения стала хореография. И она уже не испытывает дефицита в мальчиках. Чего не скажешь о педагогах. Большое количество детей занимается как в Тамбове, так и в районных школах. По поводу подготовки преподавателей и их готовности работать с детьми именно в системе дополнительного образования, да, здесь есть проблемы. Как и везде в образовании, есть и материальные проблемы, и технические проблемы. И, конечно, стимул у преподавателя работать качественно, стремиться все время улучшать, повышать свой уровень. Конечно, такие проблемы существуют. И вот именно для этого и проводятся педагогические чтения. За последние годы охват детей дополнительным художественным образованием вырос почти на 50%. В регионе создана трёхуровневая система художественного образования – детская школа искусств, колледж, творческий вуз. Всего дополнительное образование в сфере искусств сейчас получают более 18 тысяч юных тамбовчан. И это ещё не предел. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей. В городской больнице Тамбова номер 4 техническое пополнение – новый рентген-диагностический комплекс. Аппарат ничем не уступает своим собратьям из лучших клиник страны и предназначен для исследования детского организма. Наша съёмочная группа в числе первых увидела новинку своими глазами. Для исследования именно детского организма имелась потребность в современном рентген-диагностическом комплексе. До этого момента в отделении была общая очередь на снимок. До приобретения отдельного детского рентген-комплекса юные пациенты пользовались взрослым. А начиная с 2020-го население любого возраста теперь обеспечено современным видом рентген-исследований. Современный цифровой рентген обошёлся в 7,5 миллионов рублей. Чтобы компенсировать тяжесть нового аппарата, полкабинета заранее укрепили. Исследования комплекс позволяет делать как на подвижном столе, так и на стойке. Причём речь не только о снимках, но и о рентгеноскопии, то есть исследовании в реальном масштабе времени. Диагностический комплекс, я бы так его назвал, приобретён в конце 2019 года. В рамках федеральной программы развития материально-технической базы детских лечебных учреждений. Этот аппарат многофункционален. Он позволяет работать с наименьшей лучевой нагрузкой. Снимок можно получить в считанные секунды, либо в цифровом формате, либо на плёнке. Доктора больницы имеют доступ к базе данных, а по закрытому каналу результаты исследований можно отправить лечащему врачу-пациента в любую клинику. Аппарат позволит производить архивацию данных, введение общей базы, что исключит потерю исследований. Исследования проводятся на данном аппарате при меньшей лучевой нагрузке. Снимочки поступают непосредственно на компьютер врача, что позволит оперативно выдавать заключение маленьким пациентам. В ближайшее время кабинет оборудуют видеокамерами для удалённого наблюдения за ходом исследования. Павел Ярасов, Александр Позняков, Александр Щеднов. Область новостей. Январь наконец-то принёс морозы и снег. И тамбовчане дождались одного из главных событий зимы. На стадионе «Спартак» залили каток. Одним из первых лёд опробовал наш корреспондент Дмитрий Сергеев. Это свершилось. Со вторым месяцем зимы пришла зимняя погода. Морозы и снег позволили наконец-то залить каток на «Спартаке» и открыть массовое катание. Как только условия стали благоприятными, сотрудники стадиона не теряли ни минуты. Я считаю, что достаточно рекордные сроки. С 25 декабря мы начали заливать. И вот сегодня руководство посчитало, что слой достаточный. Он достигает максимально сейчас 5-6 сантиметров на самых серьёзных участках катка. Здравствуйте. А коньки 43 размер можно? Да, конечно. На стадионе работает пункт проката коньков. Любой желающий может прийти сюда и взять необходимый размер. Для этого при себе нужно иметь документы и деньги. Цена удовольствия – 100 рублей за час. Честно сказать, первый раз встал на коньки. Но открытие катка – прекрасный повод для этого. Может быть, понравится, буду ходить регулярно. Надеюсь, обойдётся без травматизма. Входной билет для детей младше 7 лет бесплатный. Все остальные могут поучаствовать в массовом катании за 50 рублей. Расписание катка составляется в зависимости от погоды. Дмитрий Сергеев, Дмитрий Наякшин, Анна Мусатова. Область новостей. Это то, о чём мы успели вам рассказать. Ещё больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции – 56 46 48. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова